добрый день дорогие друзья с вами века на подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии нажимайте на колокольчик не забывайте чтобы не пропустить ничего интересного я буду делать очень много раскладов я хочу делать очень много глубинных раскладов сейчас я покажу кармический расклад кармических расклад это как правило смотрится на пару почему потому что люди как правило видят только поверхность отношений а на самом деле есть очень такая глубокая сущность по которым можно посмотреть эти отношения это очень важно я когда делаю расклады когда мне заказывают расклады я как вам правильно объяснить не просто раскидываю карту да а я смотрю людей еще на глубинные внутренности на миссию человека до что он себя представляет также есть в отношениях в каждых отношениях в паре есть тоже миссия определенные поэтому расклад называю я кармическим это мой авторский расклад извините немножко задумалась сижу вот это я его сама уже как вырезан основании очень многих наблюдений я его обосновала я его обработала этот расклад я понимаю чем я буду говорить я буду очень много раскладов таких раскладывать склад делать такие серьезные глубины интересные не просто как говорится девочки давайте поиграем до в судьбу а будем смотреть такие очень интересные вещи со временем я просто сейчас не успеваю поэтому если кому-то нужен будет такой расклад вы мне пишите видео у меня есть под видео у меня есть контакты ватсап файбер либо вконтакте я делаю расклады только звонить не нужно потому что я бываю заняты провожу консультации между ними как раз я делаю такие видео и так кармический расклад первую позицию я выложу сейчас вот такие три карты и вам надо будет их выбрать это три вида отношений три вида кармических отношений вы пожалуйста пока подумайте если хотите присоединиться к этому раскладу со своей ситуации своим партнером вы можете интуитивно с ними ищите знаки судьбы ищите как говорится какой-то новую информацию о ваших отношений у вас есть прекрасные возможности часто проиграть на своей судьбе либо просто посмотреть что этот расклад все-таки как он выглядит и в нем пункты есть я знаю под какой собой лежит какие отношения вот когда вы их выберете я начну трактовать эти отношения и буду показывать пока я специально сохраняю интригу я не буду показывать под какой собой есть отношения какие кармические по новому объясню почему эти отношения называются кармическим принципе они тут лежат в разнобой могу при открыт завесу если любовные отношения когда люди действительно две половинки да есть какие-то родственные отношения потому что люди родственники в прошлых мирах были да потому что мужское семя рассыпается по миру по векам как говорится и люди как правило нас очень много родственников как говорится в многих веках во многих временах и очень многости наблюдали есть люди вот как сиамские близнецы встречаются очень похожи это тоже родственные связи только они давно утеряны его понимать как это происходит. Все в мире переплылось, очень многие хитросплетения, и поэтому вот эти половинки встречаются, они оказываются родственными, и это называется инцест. Вот. Бывает и такое. Вроде все хорошо в этих отношениях, все у них прекрасно, и не то, что любят друг друга, а то, что относятся прекрасно, и заботятся друг о друге, переживают друг о друге, да. Но вот когда проходит время, люди понимают, что у них есть другие половинки, и им хочется чего-то большего. Да, здесь все прекрасно. Ну, как часто это называется, кризис среднего возраста. Детей вырастили, миссию свою исполнили, и потом понимают, что жизнь-то прошла в каком-то странном, таком, как сказать, в хорошем качестве, но хочется своего мужчины, либо свою женщину все-таки найти, все-таки добиться своей цели. Говорят, все прекрасно, я подаю на развод, ты меня извини, пожалуйста, ты меня что-нибудь устраиваешь, все у нас хорошо, но, к сожалению, мне надо развестись, я встретил свою любовь. Вот так бывает. Это называется родственные отношения, родственные. Далее. Ну, это прошлой жизни даже, это все идет из прошлой жизни у нас, и перетекает плавно в нашу жизнь. И до сих пор вот эти отголоски идут, они будут идти очень долго, и очень практически по всей судьбе у каждого будут идти. Вот. Есть учебные отношения. Учебные отношения, это когда люди, как правило, первые браки распадаются, да, первые встречи распадаются, первый опыт распадается. Люди понимают, что вот этот человек спасибо тебе, говорят, что ты был на моем пути, ты дал мне какие-то такие негативные опыт, да, что я понимаю, что вот такой мне мужчина не нужен, потому что некоторые женщины еще до сих пор не знают, какой им нужен мужчинке отношения, попадая в некие ситуации, они понимают, что вот это им не нужно, это им не нужно, это им не нужно, И в итоге, из какого-то раза уже собирается такой опыт на подсознании, человек понимает, что ему нужно, проходя через такие вот учебные отношения. Вот в чем вопрос. И потом уже, когда вся эта учеба заканчивается, человек уже четко понимает, какой партнер ему нужен. И поэтому эти отношения очень часто распадаются со временем. Вот такие учебные отношения. А есть, конечно, плохие ученики, которые на одни и те же грабли наступают всю жизнь. И никак не могут научиться. Вот копят этот опыт, копят и всю жизнь одних и те же мужчин выбирают. Ну, это уже называется психологическое возвращение в детстве, называют такая психологическая система. Ну, я сейчас не буду об этом говорить. Далее. Вот три я выложу эти карты. Дальше. А здесь уже можно не выбирать. Далее уже пойдет по накатанной, как говорится. Есть ли телепатическая связь между вами? Телепатическая связь – это телепатия, это сны, это люди чувствуют себя на расстоянии друг друга. Это очень много тоже сюда входит. Одному, как говорится, один ударился, второму больно, понимаете, да? Это называется кармическая телепатическая связь. Один, как говорится, подумал друг о друге, да? Другой ему уже звонит. Что это мне не звонит? Это телепатическая связь. Третий, подвержены ли ваши отношения атакам извне, каким-то порчам, да? Либо вообще все равно ничего вам не будет. Никто ваше отношение, вообще как-то вы в это не верите, вас никто разрушить не может. Либо есть уже какая-то магическая атака, которая готовится. Люди, которые есть недовольны вашими отношениями, пытаются их разрушить. Это отношение так тоже, к сожалению, бывает. Далее. И сейчас я выложу еще шестую карту. Что-то я здесь не помещаюсь на столе. Не знаю, почему тоже двигаюсь, двигаюсь. Шестую карту. Суждено ли эти отношения сохранить все-таки в будущем? Посмотрим, что покажет. Самое не знаю, что здесь лежит. Но сейчас посмотрим. Вот это называется кармическое. То, что мы видим более глубинно, больше, чем нужно. Если кому нужно, давайте посмотрим. Итак. Кто выбрал? Убирайте первое, второе, третье. И здесь я спрятала три вида отношений. Но я знаю, как они лежат. Если кто не успевает, давайте на паузу. Итак. Кто выбрал белую сову? Вот эти все общие, сразу говорю. Это идет на общие. А здесь только нужно выбрать. Кто выбрал белую сову? Я сейчас вот открою. Вот эти все три отношения. И сейчас скажу, где, под какой карты лежат какие-то отношения. Какие отношения. В принципе, я открою сейчас весь расклад. Что нам стесняться, как говорится. В любом случае, информацию сейчас мне нужно будет все вам открывать. Вот, давайте посмотрим. Итак, открываю сразу. Кто выбрал первую, белую сову? Здесь у меня лежат учебные отношения. Кто выбрал первую сову? Это учебные отношения. Понимаете, да? Эти учебные отношения, что вам дают? Что вам дадут? В этих учебных отношениях вы научитесь любить. Вы научитесь уважать человека. Вы научитесь только позитивным качествам. И в учебных отношениях плохое у вас быстро забудется. Быстро забудется. На самом деле у вас учебные отношения. А вы возьмете очень много хорошего с этих отношений. Вы сделаете вывод, как себя, может быть, не нужно вести. Но вам это в будущем очень сильно поможет в эти отношениях. Знаете, говорится, не было бы плохо, как стало хорошо, например, да? И не было бы беды, так наступило счастье. Вот такие есть, знаете, выражения. Вот эти отношения, которые вам дадут только позитивный заряд. И вы научитесь. И вы очень хороший ученик, кстати. Вы учитесь прекрасно в этих отношениях своих. И вам очень будут хорошие плоды со временем. И только радость. Я же, помните, говорила, что люди наступают на те же грабли. Извините, учатся всю жизнь. Вы нет, вы хороший ученик. Вы вынести только прекрасный, позитивный опыт с этих отношений. Но они у вас учебные. Их, к сожалению, потом, я думаю, что если... Ну, еще такой совет есть, кстати, очень интересный к этим. Потому что очень часто учебные отношения могут перетекать и в полноценные отношения в дальнейшие. Понимаете, в чем вопрос? Эта пара может сохраниться. В основном люди расходятся. Но когда выходит такая позитивная позиция, это еще говорит о том... Вот, кстати, добавляю еще дополнительную информацию. Что эти отношения учебные, они дадут только положительные эмоции. И они могут очень надолго продолжиться, эти отношения. Очень надолго. Потому что это позитивный взгляд. Всегда говорим, как посмотреть на это. Можно посмотреть, как говорится, на какие-то отношения с плохой точки зрения. Можно с них выбрать хорошее, да? Что-то хорошее. Как посмотреть на что-то. Вот. Кто-то с негативом смотрит. Так вот, это очень сильно помогает будущим. Так что эти отношения продлятся достаточно прилично долго. И еще по этой карте могу сказать эти отношения только в ваших руках. Если вы захотите, вы их продолжите. Они могут перетечь на какие-то вот на третью стадию, да, например. Ну, она будет похожа на третью стадию. Сейчас объясню, что третья стадия. Кто выбрал вторые отношения? Это родственные отношения. Про что я сказала. Если кто-то не понял, что такое родственные отношения, можете отмотать назад, поставить на паузу, да, где-то вернуться и прослушать. Родственные отношения, когда люди все разойдутся со временем, к сожалению. У вас есть свои партнеры у каждого. И вы можете тоже долго прожить в этих отношениях. Но со временем можете понять, что у вас есть свои партнеры, которых вы еще пока не дождались в своей жизни. Это родственные отношения. Еще раз повторяю, можно это прослушать еще раз, если немножко назад вернуться. Что такое родственные отношения? Кто выбрал второй, это родственные. Вы родственники. Вы в прошлом родственники. Хотите, верьте, хотите, нет. Если не совпадает эта ситуация, или вы в это не верьте, лучше тогда не обращайте внимания на то, что я здесь говорю. Пропускайте мимо ушей. Если вам не нравится вот это определение. Это просто я еще показываю расклад, как показательный. Если кому-то нужно посмотреть. Третье отношение у меня любовные. Пятерка кубков у меня идет. Это любовные. У вас на самом деле, если вот я по этой карте что хочу сказать. Любовные отношения не все сразу знают. Вы на самом деле не родственники. У вас не учебные отношения. Вы на самом деле встретились две половинки, которые расстались в веках, в годах когда-то. Расстались две половинки сердца. И они искали друг друга всю жизнь. И вот наконец-то вы встретились. Но вы друг друга просто пока еще, наверное, не узнали. Это кто выбрал третью желтую, тепленькую. Это тепленький такой цвет желтый. Вы просто друг друга еще не узнали. Дорогие мои, если у вас сейчас какие-то проблемы в отношениях, вы не переживайте, их можно решить. Просто вот видите, еще говорю про что. Мужчина здесь на пятерке кубков, он переживает то, что кубки, даже может быть сейчас отношения у кого-то заканчиваются. Но сзади есть энергия. Вот два кубка, которые стоят, они показывают, что еще рано говорить о расставании. Нужно просто приложить максимум усилий с обоих сторон. И отношения можно реанимировать. Почему? Потому что вы не родственники, сейчас повторяю. И у вас не учебные. Вы просто пока друг другу не узнали, это эмоции. Эмоции, влияние извне какой-то, да, что-то вам просто мешают. На самом деле вы на правильном пути. Итак, далее. Есть ли у вас телепатическая связь? Да, телепатическая связь у вас есть. Кто выбрал? Первую карту. У вас есть телепатическая связь. Вот здесь у меня лежит колода. Я ее вот как положила, так она лежит. Если вы мне, конечно, доверяете, давайте вот так ее положила. Ничего я здесь не готовила. Я просто перетасовала, достала, и вот она лежит. Это телепатическая связь есть. Это аркан семьи, как говорится. Хотя у вас отношения, но положительные такие отношения у вас достаточно. Пускай они у вас учебные, но положительные. У вас есть связь. Видите? Мужчины и женщины. Далее. Есть ли телепатические отношения во втором аспекте у нас? Здесь очень низкие телепатические отношения. Сразу говорю. Очень низкие. Кто-то кого-то может слышать, кто-то кого-то может не слышать. Это ваш Пентакли, как говорится. Вот он не показывает, что он. Очень низкая энергия. Это как вот молодой ученик, молодой мальчик считается, да, вообще как бы вторым. Здесь очень низкое. Вы что-то чувствуете, может, какие-то отголоски друг друга, но слышимость очень плохая. Это я говорю про... Если не телепатия. Кто выбрал третью саму, посмотрим, что у вас. Вот прям беру карты сверху. Вот что лежит, то и лежит. Хотя могу выбирать. Вот у вас, посмотрите, какие карты нехорошие идут по третьему. Телепатические отношения. Я не знаю, что у вас происходит в третьих отношениях, но вам тяжело. Вы не прислушиваетесь к своим телепатическим сигналам. Вы не хотите прислушиваться. Вы почему-то утяжеляете отношения. Да, вы не узнали эти отношения еще до сих пор. Вы у них еще не разобрались. Но вы утяжеляете. У вас на самом деле сейчас нет никаких телепатических отношений, потому что, извините меня, вот в такой ситуации, как тут все находится, да, здесь их невозможно слышать. Каждый почему-то на своей волне. Телепатии не вижу здесь никакой. Сюда я отложу вот эти карты, да. Это телепатия. Далее двигаем вот эту карту сюда. Подвержены ли ваши отношения извне? Вот эта карта все время будет уходить вперед. Извне будет ли подвержена? Есть ли какие-то порчи, либо какие-то сглазы, либо что-то есть? Нет, мимо вас пролетает все мимо. Вас ничего не задействует совершенно. Вас ничего совершенно не задействует. Знаете, как называется, как с гусью вода? Третья позиция. Двигаем эту карту сюда. Это, я сказала, интересный расклад. Очень такой вот самый замудренный, так сказать. Но здесь все правильно идет. Карма, она есть по кармическим этим показаниям. Это все скрытое, тайное, явное. Подвержены ли ваши отношения? Да. Вас хотят разрушить, если я вижу женщину. Женщина, извините, которая не хочет ваших отношений. Мечевая женщина. Да, может колдовать, могут наводить порчу. И вас хотят разбить. Ваши отношения однозначно понятны. И когда выходят дамы, это придворные карты, это однозначно люди. Далее берем следующую карту. Подвержены ли ваши отношения разрушениям извне? Вы тоже подвержены. Вас сейчас слабое звено, как я называю. Потому что у вас видите, что происходит? Вы не узнали друг друга еще, да? Либо время не пришло. Но это все на эмоциях идет. А хотя у вас очень хорошая пара должна была сложиться. Понимаете? Вас тем более, где слабо, там рвется. Поэтому вот выходит эта карта. Рыцарь мечей. Вы слушаете других людей. Вы прислушаете другим советам. Вы боитесь. У вас страх разрушения есть. Потому что в такой ситуации страх разрушения однозначно есть. И вы не то, что подвержены. Вы сами разрушаете свои отношения. Хотя очень-очень зря, кстати, вы это делаете. Четвертая позиция. Суждено ли сохранить ваши отношения? Да, у вас суждено сохранить отношения. Но здесь будет главная женщина. За счет женщины в этих отношениях и будут сохранены отношения. Она должна призывать, дорогой, давай оставим все как есть. Эта женщина, здесь двигательная такая энергия в этих отношениях. Это женская энергия. Отношения за счет женщины можно сохранить, если она приложит какие-то свои гибкости, свое обаяние, как говорят, свою мудрость. Да, 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 еще раз да. Суждено ли сохранить отношения во второй паре, где родственные отношения нет? Здесь вот видите, как все-все-таки совпадает и все идет. Вот она идет, эта карта. Разойдутся люди со временем. Двоечка, видите, идет. Двоечка, видите, идет. Телепатия совсем низкая у них. Видите, расхождение будет. Телепатия совсем низкая. Хотят их разбить. Их разобьют. Либо это будет любовный треугольник. Разобьют со временем. В принципе, когда мы видим такие вот не очень хорошие прогнозы, нужно просто хорошенько осмотреться, либо быть бдительными. Что же за человек хочет и вмешивается в ваше отношение? Что ей надо, в принципе? Что она хочет? Откуда она появилась? С какими целями она пришла? Вот это нужно знать. Вот видите, про что я говорила? Причина, следственная связь, она везде проигрывается. Если кто-то не понял еще, что происходит, перемотайте назад расклад, вот это видео. Еще раз прослушайте, что я говорю. Далее приходим мы к любовным отношениям, где люди по судьбе должны быть вместе. Они рушат свои отношения. Вот видите, что творится? Разрушают своими действиями сами, своей рукой, своя рука владыка. Боятся страх, ревность. Тут много чего намешано. Но давайте хотя бы, ребят, посмотрим. Вы-то хоть сможете отношения свои сохранить, либо не можете. Давайте. Вот у нас надежда сейчас вот только на вас. Вот только на вас. Потому что учебные отношения и те сохранят, их получится. Ну, родственные понятно. Там, как я и говорила, так и будет происходить. Там кто-то вмешается, обязательно вам там вас будет разводить, либо вы сами разойдете. Но здесь вот эта женщина, вот что она сюда пришла, что ей тут надо. И вот тут, ну, исход не очень хороший, честно говоря. С годами, со временем все должно произойти. И третий. Держим кулачки, держим кулачки, смотрим. Ребята, вы по судьбе, вы по судьбе. Вы сохраните, либо нет. Надеемся на вас. Да. Отношения должны войти в гармоничный ритм. Наконец-то умеренность. Все. Карма берет свое. Ура. Карма берет свое, ребята. Здесь разрушали вы отношения? Разрушали. Не понимали. И вот, видите, причина-следственная связь. Вот она. Вот она. И почему еще говорю, десятка жезлов. Тут мне кто-то написал, сказал, что вот первый раз в жизни слышу, что десятка – это расставание. Все десятки – это конечный цикл отношений. Конечный только в позитивном, либо негативном ключе. Здесь, видите, путник несет 10 жезлов. Он их сбросит скоро. Он несет, чтобы их сбросить. И поэтому это со временем будут такие обстоятельства, что люди наконец-то войдут в свою кармическую вот эту вот сферу, в которой они находятся. То, что они две половинки, они встретились. Вот это все уйдет. Рыцарь мечей мимо пролетит. Заберет все с собой. И мы так за вас переживали, мои дорогие. Ваши отношения сохранятся. Аркан умеренности. Умеренность – это, по всей видимости, вы все-таки наберете опыт. Вы пройдете через все. Вам уже просто нечего будет делить. Вы будете знать друг друга характер. Это такая, знаете, притирка идет. И умеренность – это гармоничные, спокойные, размеренные, длительные отношения. Вот видите, как все произошло. Если родственные расстаются, здесь еще можно остановить, оставить отношения, потому что здесь позитив. На позитиве мы начали. Учебные отношения. Люди хорошие ученики, они научатся, могут сохранить отношения. И здесь две половинки, они все-таки поймут со временем друг другу и будут вместе. Вот такой авторский расклад. Я показала вам. Кармические называется. Кармические отношения. Кому, если нужен такой расклад, я могу его сделать, просмотреть вас на эти отношения. И посмотреть перспективы этих отношений. Тут я на троих смотрела, да, на три. А тут можно посмотреть на одного человека. И все это проиграть и просмотреть. Так что, кто досмотрел этот расклад, все поняли. Кто не досмотрел, извините, как говорится, не досмотрели. Так что, всего доброго, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Будет много еще интересных раскладов. С вами была Викана. До встречи, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.